В минувшем году в Славянске-на-Кубани открылось несколько социально значимых объектов, появление которых ждали многие владельцы собственных приусадебных участков, реализующие продукцию на улицах города. Для удобства славянцев в этом году появится еще два новых торговых ряда. С подробностями наши корреспонденты. В течение нескольких лет площадка на пересечении улиц Пушкина и Лермонтова была местом несанкционированной торговли, куда жители ближайших домов выносили продавать выращенную продукцию на своем огороде. Это было крайне неудобно, так как не было оборудованного места – ни столов, ни скамеек. В прошлом году, благодаря взаимодействию районной власти с местными предпринимателями, удалось упорядочить уличную торговлю, придать ей цивилизованный вид. Большую помощь в организации нового торгового ряда оказал предприниматель Сергей Моисеев, чей магазин кондитерских изделий находится совсем близко. Социальные ряды были построены в прошлом году по решению администрации города и по просьбе бабушек и хозяйчик, которые живут в этом районе, которые вырастили продукцию, а излишки некуда деть. И на сегодняшний день они реализуют свою продукцию на этом скромном рыночке, который называется социальные ряды. И они остаются очень довольны тем, что у них есть место, где можно поторговать, и что это абсолютно законно, никто на них не пишет протоколы, и они ни от кого не прячутся. Эти социальные ряды выгодны для обеих сторон. Пенсионеры могут продать излишки продукции, выращенной на собственных огородах, а жители купить натуральный товар по доступной цене. Кроме того, продажи овощей, фруктов – это отличное подспорье к небольшим пенсиям пожилых людей. С появлением этого ряда мы как новую жизнь начали. Во-первых, мы все сдружились, и мы все довольны, что нам разрешили здесь торговать. Мы здесь близко живем все, и каждому хочется продать, реализовать свой труд. И родителям помочь, и детям помочь, и внукам помочь. И далеко мы не можем ходить по состоянию уже своему. А сюда мы близко, мы здесь близко живем. И мы очень благодарны всем, кто помог, разрешил нам и помог здесь реализовать свою продукцию. Теперь свежими фруктами и овощами будут обеспечены все жители ближайших домов в этом районе. Как, впрочем, и те, кто живет в районе больницы. Здесь преобладает многоквартирная застройка, жителям которой удобно покупать свежие овощи и зелень рядом с домом, по дороге с работы. Такое торговое место оборудовано по улице Адельской, недалеко от магазина «Максим». Раньше хозяйки продавали свою продукцию по улице Запорожской за магазином «Агрокомплекс». Это было неудобно как для самих продавцов, так и для жителей. Мы давно просили не стоять под магазином, чтобы нас каждый раз страховали по 2000. Потому что здесь торгуют такие люди – инвалиды и престарелые. Сейчас они спокойно сидят, утром приходят. Кто приходит первый, тот вытрет прилавочки, подметет, чистота. В пять часов приходит мусорка, сдаёт мусор и всё. Для удобства славянцев в городе появятся ещё два места для социальной торговли. По улице Красной, на углу с Полковой и в микрорайоне Кубрис, возле Магнита. Здесь будут установлены прилавки, сделан удобный подход. Как показывает практика, такие торговые ряды очень востребованы и у тех, кто выращивает продукцию в своём огороде, и у тех, кто хочет приобрести свежие овощи, фрукты, зелень недалеко от дома и по доступной цене. Надежда и Георгий Калинины, программа «События». Продолжение следует...